Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и Валерий, и Папа, и, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлевна, Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его, чтобы восполнить то, что они не сделали, потому что, когда тело Христово сняли с креста, они очень торопились, потому что, если сядет солнце, уже начнется следующий день, и нужно прерывать все погребальные обряды. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. Вообще, люди, они, не понимая сути вещей, опираются на внешние вещи. Им это дает в жизни опору. Они думают, что если будут соблюдать то, что положено, то это им обеспечивает, ну, как-то, может быть, благожелательное отношение высших сил к нему самому. И на самом деле это совсем не так. И люди вот этому внешнему уделяют очень большое внимание, мысли. Вот сколько раз, можете себе представить, сколько я отпел людей за жизнь. Это, ну, не знаю, огромное количество. И очень часто, ой, батюшка, я не знаю, надели мы крестик или надели. Лежит усопший, а человек волнует. Надели крестик или не надели. Я, конечно, никогда не говорил, а какая разница. Потому что меня тогда не поймут. Потому что для человека важно, чтобы все было соблюдено. Особенно меня умиляет сегодняшний траур. Приходит женщина в брюках, в обтяжках, не красных, черных. А сверху крабдышиновый платок, черный. Все соблюдено. То есть она в черном. И стоит, что-то разговаривает, разговаривает. Отпевание идет, она разговаривает. Для нее главное вот это облечь свои формы во все черное. Тогда она делает все правильно. А то, что она вместо молитвы, которой она не понимает ни слова, это все, чтобы баллонку завести в храм, она будет что-то рычать, смотреть по сторонам, может быть, пугаться. Человек не понимает, что главное в отпевании этот процесс, который происходит в твоем сердце. Как ты молишься о человеке, который сейчас проходит мытарство? А что у тебя на голове или на противоположном месте, это не играет никакой роли. Как ты цветочки положил? Или лучше бы вообще ни к лаву. Потому что как с цветами связана похорона? Да никак. Если цветы были в храме, то вынося из храма их надо сжигать. Ну, к советским людям же ничего не прикажешь. И вот эти замечательные женщины, ученицы Христова, они были такие же. Такие же, как все. Они думали не о том. О чем они думали? Евангелист нам сообщает, «Говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба?» Потому что пещера была выкопана, там усопший лежал, а потом приваливали таким круглым камнем. Он так катился, вставал на нужное место, и его закрывали. Потом щель замазывали известковым раствором, и там постепенно мумифицировалось тело за много-много лет. «И вот они думали о том, кто отвалит камень от двери гроба?» Ну, действительно, они же пошли первые туда, на гроб, чтобы, ну, последними ароматами умастить тело, завернуть в плат и быть спокойными, что вот они до усопшего сделали то, что положено. и увидели, что камня-то нету, растерялись страшно. Войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, обличенного в белую одежду, и ужаснулись. Любой бы из нас тоже ужаснулся. Приходим на кладбище, а там на холмике сидит юноша в белых одеждах. Тем более, они пришли рано-рано утром, только краешек солнца показался, начался новый день, и в руку юноша. И, конечно, почему ужасно? Они увидели ангела. А почему они его увидели? Вот мы сейчас стоим, рассуждаем, здесь летает очень много ангелов. Почему мы их не видим? Чтобы ангел стал видимым, это должно быть особое указание Отца Небесного, чтобы он стал для нас видим. И там такое же, потому что Господь его послал специально туда. И ангел говорит им, не ужасайтесь. Почему? А потому что нечего ужасаться. человек, который в первый раз видит ангела, он, понятное дело, ужасается. Но сейчас это совсем не нужно. Он их успокаивает. Никакого ужаса в этом нет. Ангелы и так вокруг нас постоянно. Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Он воскрес. Что это значит? Его тело ожило. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас Галилеи. Там его и увидите, как он сказал вам. Чтобы остальные не ужасались, мужчины. Мужчины же, они трусоваты, знаете, гораздо трусливее женщин. То есть во много раз трусливее. Они вечно все боятся. Особенно военные. Они начальства боятся. Страшное дело. Боятся, как бы что ни вышло. Боятся, как они выглядят. очень боятся, кто что про них скажет и так далее. То есть это вообще невозможная публика. И ангел не хотел им показываться. Почему? Ну, потому что они бы вообще могли убежать. Поэтому Господь так попустил, что посылает ангела женщинам, а уже женщины идут к апостолам, чтобы сказать о том, что тела нет, Христос воскрес. И что же наши бедные женщины, выйдя, побежали от гроба, их объел трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. И так и ничего не сказали. Отец Небесный послал ангела, чтобы успокоить, чтобы они боялись. Они не только стали трепетать от ужаса, но и не выполнили то, что их просили. Вот и все. Вот такое отношение людей к воле Божией. Причем это какие люди? это самые ближайшие ученицы. И мы видим, ничего нельзя поручить. Почему же так произошло? А не было еще сошествия Святого Духа, которое облагодатствовало их души и преобразило их существование. поэтому были такие, как все, трусливые, испуганные. Ведь в церковь тоже в основном люди приходят испуганные. мне приснился вот мой папа, он умер три года назад, и вот он мне приснился. Я понимаю, приснился нильский крокодил. Это впечатляюще. Я однажды видал пятиметрового крокодила. это зрелище, знаете, он меня не обижал, ничего, я на него смотрел. Представляете, пять метров, вот как отсюда, вот до разножки, такой лежит, глазками хлопает, жуть. это действительно страшновато. Если бы он не был такой, ну, наверное, сытый был, в общем, никакой агрессии не проявлял. А тут ангел, который с ними разговаривает, ну, чего бояться? Слишком удалился человек от Бога. И поэтому боится всего незнакомого, боится снов, боится, что вот, а мне вот одна женщина сказала, и все, и она уже боится. А вот мне сказал, что надо ездить на отчитку, и что и едет, делать нечего, нет, куда-то едет. И так далее. Всего боится человек. Почему? Нету в нем любви Божьей, потому что совершенная любовь, она изгоняет страх. А нету никакого доверия к Богу. Только опирается человек на обычай, на обряд, и еще вот, когда мы были молодые, говорили, система ОББ. Одна баба болтнула, и человек уже верит беспрекословно в любую чушь сказанной бабы. Особенно очень многие бабы, которые не сумели воспитать ни сына, ни дочь, они так и в церковь не ходят, ничего не знают, ни одной молитвы, смысла, ничего не понимают, а учить охота. И вот они постоянно всех стараются учить, особенно испуганных. Видит, человек все сразу начинает учить. Ты туда встань, ты это, перекрестись, тут поцелуй, и он чувствует себя, что он такой вообще профессор Осипов такой. Все рассказывает, все объясняет. Подошел человек, поисповедовался, наклонил голову под Епитрахиль и пошел. Нет, стой! Целуй здесь, целуй здесь. Какое твое дело? Он сходит в церковь 40 раз и увидит, что все после исповеди целуют креста Евангелия и сам будет так делать. Спокойно, куда спешить? Что произойдет? Нигде не написано, что надо целовать крест и Евангелие. Ну, хочется, а хочешь у нас иконочка всех оскорбящих радости, в среду был праздник, пожалуйста. Нет. Люди придают значение вещам, которые этого значения не имеют. Почему так? Потому что бесовская работа. Человеческий ум, он очень ограничен. и чтобы понять, что от нас хочет Бог, для этого нужен очень большой объем. И весь объем забит глупостями. И уже серьезная, важная вещь, она не застревает в голове. и человек управляется предрассудками. Что значит предрассудок? А то, что дорассуждение. И в результате сам себя окрадывает и делает себя совершенно необучаемым. потому что все забитым, вся голова. Не тем, чем надо. Поэтому нужно обязательно воцерковляясь, изучать церковный обиход, но это нужно делать осмысленно. Тогда от этого все выйдет нам великая польза. Спаси всех Господь. Господь.